3 ноября граждане Молдовы голосуют в решающем втором туре президентских выборов, в котором соревнуются проевропейский президент Майя Сандру и Александр Стояногла, выдвинутый пророссийской партией социалистов. Тем временем агентство Reuters' ссылка на источник в правительстве Молдовы сообщает, что Россия может попытаться сорвать голосование во втором туре выборов на избирательных участках в странах Запада. По данным источника, в частности, для срыва голосования могут использоваться ложные сообщения о минировании зданий, в которых размещены участки. По данным СМИ, в Молдову из Российской Федерации бесплатно привезли граждан на автобусах для голосования на выборах. Как заявили в Генеральной инспекции полиции страны, они заметили увеличение потока автобусов с иностранными номерами, которые перевозили граждан из Российской Федерации. Полиции утверждают, что у всех этих перевозчиков нет никаких лицензионных документов или контрактов для предоставления услуг перевозок. В эфире телеканала Freedom управляющий партнер национально-антикризисной группы Тарас Загородний, комментируя выборы в Молдове, заявил, что второй тур выборов всегда голосование против, а не за. И обстановка в Молдове напряженная. По мнению эксперта, пока Путин будет привлажен, Российская Федерация будет продолжать попытки вмешательства во внутреннюю политику других государств, в том числе Молдовы. Отметим, в первом туре Сандру набрало более 42 процентов голосов, стоя ногло почти 26. После первого тура Кишинев обвинил Москву в попытке повлиять на результаты выборов президента и перед первым туром голосования, в частности с помощью схемы с подкупом 30 тысяч избирателей, организатором которой власти Молдовы назвали лидера пророссийского блока Победа Илона Шора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова